И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Как видите, сегодня хорошая погода. Я нахожусь в магазинчике Offroad Bike World. Наконец-то они вернули всю технику Offroad в этот магазин. Как вы видите, здесь очень много представлено моделей мотоциклов. Offroad тематики и не только. И я хотел бы сделать снова обзор на этот магазинчик, посмотреть вообще, что здесь продается, какие виды мотоциклов, что нового, какие цены. Я сюда приехал тоже на своем байке. Вон там стоит он синий, Offroad, на DRZ. Но начнем все по порядку. С этого павильона. Как вы видите, здесь находится очень много разных мотоциклов, включая Servo. Servo это один из самых популярных мотоциклов в Японии. Его очень любят японцы, потому что он медленный, спокойный. И на нем катаются все абсолютно, что молодые, что старички. И, конечно, для нас Servo немного медленный. Для молодежи я имею в виду. Для европейцев. Но что, японцы им нравятся, что бы нет. Видите, даже такой вот тюнинг ставят на него. Разный. И это, кстати, очень хорошая оптика. Точнее, как это, светооптика, да. Хорошие противотуманки. Прямо он, прям на стиле. Стоит почти 800, почти 900 тысяч йен. Это просто обзор магазина. Я здесь не работаю, я здесь ничего не покупаю. И ничего не продаю отсюда. Поэтому это для ознакомления. Если вы будете в Японии, можете заехать. Сами уже здесь что-то купить. Да, мотоциклы здесь практически все новые. Здесь пробеги вообще минимальные. Как видно, пробег здесь идет 754 километра. На этом байке идет пробег 1100 километров. 1800 километров. 5000 километров. Ну, то есть здесь вот у всех практически байков пробеги, ну, там в районе около до 10 тысяч, где-то так. Вот, вот все, что здесь стоит, до десятки. Ну, есть, конечно, там по 30 тысяч некоторые модели, но это редкость. Ну, допустим, вот 5400. Из всех это самый такой. Больше всего пробегов 767 тысяч йен. Ну, то есть это разница вот между 1800 километров и 5400 километров. Цене вообще никакой. Ничем не отличается. Ну, ладно, пойдем дальше, посмотрим, что здесь еще есть. Вот, пожалуйста, 2100 километров и 657 тысяч стоит. Здесь 613 километров и также 657 тысяч. Тут, видимо, от года выпуска зависит. Вот от какого года. Да хрена, вот что-то не написано, ни хрена. Вот год выпуска не написан, к сожалению, я не могу сказать. Но, судя по виду, они как новые. Вот они стоят. То есть там просто сзади, вот видите, там у некоторых есть багажник такой, побольше. Вот, например, какой там, да, побольше багажник. А есть поменьше багажник такой. Ну, вот серы уже такие. Немного поезженные, скажем так, прилично. Вот 20 тысяч. Вот я уже говорил до этого, что, да, есть мотоциклы, у которых там пробег по 20 тысяч, под 30 тысяч там, да, есть, встречаются, но их очень мало. Ну, вот, допустим, даже если смотреть, да, вот 20 тысяч пробега, но он по виду, вот этот мотоцикл по виду, он как новый. То есть ничего не это, не ржавчина, ничего нету. Ну, чуть-чуть вот здесь, видимо, соль. Я не знаю, конечно, не специалист, но, судя по всему, это какие-то солевые отложения. Возможно, этот баг где-то стоял там, где море рядом или еще что-то. Да, мотоциклов здесь очень много. Кстати, здесь же вот есть маленькие громы. Если вы любитель грома, пожалуйста, вот, гром. Kawasaki Z125 Pro. Потом гром, пятой категории, ну, то есть в хорошем качестве, в хорошем состоянии. 306 тысяч йен стоит. Есть еще вот такой вот уже на тюнинге с Ишимурой. Ну, не гром, точнее, Kawasaki Z125 Pro. 437 тысяч. До этого я вам говорил, что в Японии вообще самые популярные мотоциклы, это 125-кубовые, ну, вообще популярные самые модели. И это на самом деле так. И многие 125-кубовые мотоциклы по цене, как большие мотоциклы. Вот, серьезно. Даже если, несмотря на пробег на большой, они будут всегда в цене. Вот, аж самые ходовые в Японии. Самые экономичные, самые ходовые. То же самое можно сказать и про скутеры. И вот про такие вот мотоциклы, да, 125-кубовые, 437 тысяч стоит, да. Вот, смотрите, пробег 1300, да. Если взять тот же там серу, да, он, пробег 20 тысяч, и он также 400 тысяч стоит. Ну, сами понимаете, для японского мотоцикла 20 тысяч пробега, это вообще ни о чем. TV200. Вот, кстати, хороший байк вообще для пляжных покатушек. Сейчас как раз сезон на пляж, туда-сюда поездить. Вот. Состояние, конечно, ну такое. Немного ржавчины, рама он ржавеет. Ну, в целом, в целом норм. Даже поставили этот самый водянку, охлаждение на двигатель. Вот, противотуманки дополнительные. Прикольно. Пробег неизвестен реальный, но стоимость 275 тысяч иен. Ну, все, на текущий курс сегодня у нас май 2022 года. Смотрите сами, потому что оно может отличаться с серого. Вот, пожалуй, 10 тысяч пробега и цена, как вот у того вот 125-кубового Кувасаки. Ну, вот еще, кстати, Кластераку Б-Бой. Кластераку Б-Бой, 125-кубовый, по-моему, а, нет, 250-кубовый Сузуки. 13 тысяч пробега, 250 стоит. Ладно, пойдем посмотрим внутрь здесь. Пойдем посмотрим, что здесь внутри продается. Здесь вот такие вот. GM, Сузуки стоят, 125-кубовый, 165 тысяч. 125-кубовый, уже 250 тысяч. Ну, в зависимости от состояния, конечно, здесь. Вот на состояние на семерку это практически новый. 125-кубов, Ямаха, SP, YB SP, да. 140 километров пробега, но, считай, не ездили. Считай, байк новый. Вон, посмотрите. Байк новый, стоит 317 тысяч. Ну, согласитесь, для 125-кубовки 317 – это приличные деньги. Вот еще один 125, один километр пробега. Ну, считай, новый, да. Вот, Сузуки. Сузуки GH 125. Да, он новый, еще в пленке. Один километр пробега всего-то. 327 тысяч. Это очень дешево. XR 50, Мотар, пожалуйста, даже такие есть. 50-кубовый, 700 километров пробега. И посмотрите на цену. 400 тысяч. Видите, чем меньше, тем дороже. Получается так. XR 100, Мотар тоже. 3000 пробег всего. 500 тысяч йен. Ну, это до хрена, конечно. Да, 500 тысяч йен за 100-кубовый мопед. КСР 110. 11 тысяч пробега, 110 кубов. О, 260 тысяч. Ну, вот такие здесь всякие Мотарды, да, стоят. С этой стороны, кстати, стоят эти 250-ки. Типа Сузуки, Хонды такие низкие. Для девушек, кстати, очень подходят хорошо. Они по седлу очень низкие. Типа Грастрекер там или вот с той стороны ФТР стоят. Вот хондовские, вот они. Да, вот они, ФТР, да. Средняя цена примерно, ну, 300-400-500 тысяч где-то. В зависимости от состояния. Вот есть за 500, 4 тысячи пробег всего. Здесь за 400 12 тысяч пробег. За 8 тысяч пробег 317 стоит. Ну, а из этих вот, ну-ка, посмотрим. ФТР, что там? ФТР, вот. 14 тысяч пробег, 340 стоит. 4 тысячи пробег, 400 стоит. ФТР, он 223 куба там. Кстати, даже нет, не 250. Вот они, такие даже есть. Беленькие. Да, мотоциклы хорошие. С этой стороны стоит XTZ 125. Конечно, от WIZ, ну, он сильно отличается. WIZ, конечно, получше будет. Вот они стоят где-то сколько? 2000 пробег, у них 400 тысяч йен. У этого 1500 пробег, 300 тысяч йен. Вот XTZ уже на Мотард переделанное. Видите, здесь колеса Мотардовские стоят. 2000 пробег, 284 тысячи йен стоит. Ну, тут уже Макси-скутеры пошли. Не знаю, вам интересно, нет? Так вот, посмотреть по-быстрому. Это... Магудзаму, Магудзаму, вот, ставить такой вот. И старенькие Хондочки стоят. Здесь это фьюжены, SE 500 тысяч йен стоит. Пробег 3 тысячи, 4 тысячи. Вот они. Да, мы в Yokogami, поэтому HM Yokogama. Хонда DV 150-ка. 450 стоит. Значит, Сигнус, ну, этот самый такой блатной скутер в Японии, Сигнус X, Ямаха. Это новый. Вот эти синие ценники, да, вот этот шинща, да, это, типа, новый мотоцикл. Так же, как вот здесь стоят, это все вот это новое. Отсюда, начиная, вот. И вон туда, это все новое, вон, до того белого. Значит, средняя цена за новое 300 тысяч йен, да. Ну, в зависимости от наворотов, там какие-то есть вот тюнингованные, такие вот, Ямаха. Вот видите, на тюнинге. На самом деле здоровый скутер. Вот Хонда Лид, Хонда Адрес. Летс, летс, тот 164 стоит новый. Это Бина, это Вин, Бина здесь называется, да, на самом деле Винон, да, называется. 203 тысячи стоит. Ну, и так тут что-то... ВВС... 295 стоит. Ну, Адресы 125-ки, я думаю, что тут показывать, их нет. Но самые популярные тоже в Японии. После Сигнуса идут вот адресы. В Японии их очень много. 125-ки, 132 тысячи, примерно, в среднем так стоит. Нормальная цена, чё, за скутер. Ну, и ещё вот туда можно пройтись, посмотреть эти. БВС 50-ки, вот 50-кубовые, по 217 тысяч. Я уже говорил, что, да, маленький скутер здесь тоже стоит дорого. Ну, старенькие вот всякие джоги, да, под 88 тысяч ен на рублей, если сейчас переводить. Сейчас, кстати, курс 1 к 50, ну, то есть, за 100 йен 50 рублей. То есть, ровно на 2 делите, и будет вам цена в рублях. То есть, 44 тысячи рублей, вот, пожалуйста, джог. Джог с пробегом 17 тысяч... Не, не... 1700. 1700 написано. Вот, адрес 50-й с пробегом 4 тысячи километров за 40 тысяч рублей. 44. В общем, такие цены. А вот, как у меня, скутер Switch. Только это синенький, и он не limited edition. То есть, у него нет защиты здесь на руле. Нет подогрева сидения. Ну, вот, в среднем, вот, пожалуйста, цена. 1000 километров пробег, а цена 284 тысячи йен. Ну, то есть, на рубли в 2 раза на 2 делите, будет, считай, 140 тысяч рублей. Ну, практически новый, но, единственное, что это не limited edition. Я за эту же цену примерно брал limited edition новый. PCX, ну, PCX, я думаю, тоже популярная модель, что в России, что в других странах. Это старенькая модель. PCX, 2800 пробег, 217 тысяч стоит. Ну, такого, да, плана. Пойдем в другой павильон, посмотрим, какие там есть модели, что там продают. Вот, кстати, интересные модели Tempest AGS. Я таких не видел. Напишите в комментариях, кто в курсе, что это за мотоциклы. Что это за модели вообще? Tempest AGS. Scrambler. Scrambler. Tempest Scrambler называется, да? Не знаю. Вот первый раз вижу такой мотоцикл. Напишите в комментариях вообще, что за модель, кто производит, если вы знаете. Ну, выглядит классно. Кенда у него стоят такие новенькие прям все. Еще в упаковке. Приятно смотреть на новую технику, когда она в упаковке. Еще. Ну, стоит, вот он, новый, 415 тысяч. Я не знаю, может быть, это китайский, да, какой-то. Ну, вот, да, написано, что страна-производитель Китай. Китайский мотоцикл. Триккер, 250-ка. Триккер, это тоже такой ходовой мопед. Он низкий, очень удобный для небольших японцев. Прям хорошо подходит. Пробег у него всего 1300, 515 тысяч стоит. В целом, нормальная цена, что? Ладно, пойдем внутрь, посмотрим, что здесь есть. О, а тут прям, тут прям гора этих байков стоит уже. Еле пройдешь здесь. Смотрите, сколько места занимают байки. Раньше здесь очень свободно было, а сейчас здесь все позаставлено. Ладно, что, давайте начнем с хондочек. CRF 250. Кстати, к сожалению, CRF-ки в Японии не пользуются популярностью. Их очень многие продают. Тут, я не знаю почему, может быть, не хватает мощности или еще что-то. Покатались, вот оставили. В общем, вот видите сами, да, это все блушные практически мотоциклы. И очень много CRF-ок. Что ралли, что не ралли. Вот, ну, что мы здесь видим с этой стороны. Кстати, я здесь не показал их, да. Вот они, CRF-ки. 12 тысяч пробег, 416 тысяч. Ралли также. CRF-ралли. 135 километров пробег. 650 тысяч. Ну, тут серу всякие, Кавасаки, КЛХ. И опять, смотрите, вот еще CRF-ка. Кавасаки, кстати, 410 пробег и 473 тысяч стоит. Состояние нового практически. А здесь что? Вот еще CRF-ка. 6 тысяч пробег и 480 тысяч. И еще одна CRF-ка. 35 тысяч пробег и 470 тысяч. Но они выглядят, как новые фигли тут. Какие-то модные тачки приезжают. Ладно, пойдем внутрь посмотрим, что тут. Вот CRF-ка. 3 тысячи, 200 пробег, 600 тысяч. Состояние, сами видите. То есть тут ничего говорить не надо. Состояние нового практически. Ну, так же вот CRF-ка. 4 тысячи пробег и 540 тысяч. Тысяча пробег, 600 тысяч. Ну, 3 тысячи пробег, 3 700, 580 тысяч. Видите, все CRF-ки. Вот они здесь стоят. Ну, вот еще один. 2 тысячи. Пробег, 580 тысяч. Здесь ралли начинается. Кстати, вот черный ралли, я его первый раз вижу. Это, видимо, уже переделанный. Либо какой-то limited edition. 33 тысячи пробег, 520 тысяч. Ну, у них некоторых там вот кофры, там какие-то тюнинги еще остались. Видите, защита на оптику идет. Значит, что еще? 260 тысяч пробег и 657 тысяч. Ну, считай, новый. 260 вообще ни о чем проехал. 11 тысяч пробег, 547 тысяч. Ну, видите, да. Мотоциклы вообще, как сказать, нульцевые. Тут не то, что на них куда-то в путешествии ездят. Даже по городу особо на них не ездили. Резина, как бы, ну, не знамененная и нет. Возможно, миненная. Версус Х-250 АБС. 400 пробег и 657 тысяч. Что, с этой стороны уже поменьше. Хотя, не, с этой стороны новые идут. Вот, я немного, да, оговорился. Тут вот есть вот эти вот, с этой стороны немного новых моделей стоит. А там дальше опять бывочные идут. Вот новая ЦРФ-ка. 250-600 тысяч иен стоит. 300 тысяч рублей, да. Априле RX-125-ка. 440 тысяч. Вот новая Априле. 125-ка. Если кто не видел. Априле, да, итальянские байки. Классные выглядят вообще. И звук хороший тоже. СХ-125. Что-то тут оторвали, я не знаю. Какие-то эти. Мотард. Вот, Мотард. Ну, кстати, я вам так скажу. Здесь написано, что Made in China. Видимо, в Китае собираются. 450 тысяч вот этот Мотард стоит. Ну, а здесь вот что? Бэушные. Бэушный байк. 0 километров пробега. 250-ка. 600 тысяч. Да. Кстати, ЦРФ-ки делаются в Таиланде. Вот написано, что страна-производитель Тай. 2000 пробег. 625 тысяч. Так, здесь что? 1000 пробег. 625 тысяч. 0 километров пробег. Он все равно был. 740 тысяч. 21-го года выпуска. Тоже в Таиланде. И, пожалуйста, видите. Это ралли-версия. Потом, что еще здесь? Ну, Ямахи. Ямахи WR и Kawasaki KLX 230, короче. По-моему. 250. Да, 250. Тоже в Таиланде делается. 11 тысяч пробег. 385. 4500 пробег. 500. WR пошли. 300 пробег. 800 миллион. Ну, WR, если честно, дорогая модель. Вот это. WR 5000 пробег. 800. Ну, кстати, нормально выглядит. Даже Power Bomb стоит. Ишимура стоит. Ну, они, кстати, в тюнинге прям продаются. Это цена вместе с тюнингом уже. 2600 пробег. Миллион. 700 пробег. Миллион, считай. Здесь тоже, по-моему, 2700 пробег. Миллион. FMF он стоит. Трикеры 250. Трикеров очень много, кстати, тоже. 400 пробег. 600. 280 пробег. 600. 400 пробег. 600. 2000 пробег. Ну, это уже 250 SBA Suzuki. Вот это японские уже, вот эти, да? Вот это Suzuki. Трикеры. Да. Даже есть VStorm. Пробег 1000. Стоит 600-3000. Есть Husqvarna. ТЕ-150. С пробегом 80. Стоит миллион. Что очень неплохо. Да, 150 кубовая Husqvarna. Да, много чего здесь продается. Вот такой вот небольшой обзор магазина Offroad Bike World. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Ну, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, где я буду публиковать все новости и все изменения по каналу, а также новые видео. До новых встреч. Увидимся.